МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это фестиваль волейбола. Готовились к этому на протяжении месяца. По воскресеньям проходили в нашем Одинцовском парке бесплатные мастер-классы, в которых приняло огромное участие людей. Конечно же, бы хотелось поговорить об этом. Но прежде чем мы приступим к фестивалю и обсудим его, Анна, расскажите о планах на этот сезон. Готова ли команда? Где сейчас девчонки, мальчишки? Да, готова, безусловно, наша команда, как и всегда. Мы не можем быть не готовы в преддверии чемпионата России. Сейчас у нас девочки находятся в Заречи на тренировочных сборах. Вадим Анатольевич Панков, главный тренер команды Заречи Одинцова, сейчас представляет национальную сборную нашей страны в качестве тренера. И находится на чемпионате Европы в Польше. Сегодня пройдет игра с итальянками. Пожелаем Вадиму Анатольевичу, конечно же, удачи, девочкам удачи. Надеемся на их победу. И верим, безусловно, верим. Что касается девочек, они на тренировочных сборах, как я уже сказала. Мальчики у нас тоже готовы к выступлениям, к соревнованиям. Кстати, когда будет проходить у нас фестиваль волейбола 8 сентября, каждый желающий может прийти на фестиваль, сфотографироваться со своим кумиром, потому что и команда Заречи, и команда Искра, мальчики и девочки, будут принимать активное участие в фестивале волейбола. В качестве тренеров они там будут выступать, в качестве преподавателей по мастер-классам. Лидеров команд. Лидеров команд, да. Поэтому ждем всех, конечно, на фестиваль волейбола. Это грандиозное масштабное событие, как вы уже сказали. Готовились чуть больше месяца. Планы на него у нас, конечно, грандиозные. Планируем, что этот фестиваль волейбола, он будет традиционным, ежегодным. Все-таки как родилась идея? Что послужило отправной точкой? Знаете, идея зарождалась достаточно давно. Сергей Владимирович неоднократно говорил о том, что зарубежные наши коллеги имеют такой опыт и проводят фестиваль волейбола. Но так как государственная правовая форма нашего учреждения – это автономное учреждение, и финансирования на проведение подобного рода мероприятий из бюджета Московской области у нас, к сожалению, нет по определенным причинам. Поэтому было принято решение нами принять участие в конкурсе, который объявил Министерство спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт. Нормы жизни». Мы приняли участие в этом конкурсе, выиграли грант. И с большим-большим успехом и с большим-огромным колоссальным желанием мы принялись за организацию этого мероприятия. Получается, Сергей Владимирович, ваша мечта сбылась? Сбудется. Да, я надеюсь, что сбудется, осталось совсем чуть-чуть. Но опять же, за основу мы брали Международная Федерация Волейбола, проводит на базе федерации стран определенных, проводят такие фестивали. Такие уже фестивали, ну, скажем, страны поменьше провели уж для всех. Мы взяли для основы. Там сложного, в принципе, ничего нет. Это называется волейбол для всех. Задача – привлечь как можно больше детворы, чтобы они почувствовали, что это такое. И мы надеемся, что у нас в будущем появятся новые волейболисты после фестиваля. Ну и вообще здоровый образ жизни. Получается, вы хотите, чтобы это стало площадкой некого отбора. То есть на мастер-классах, на самом фестивале вы уже будете видеть игру и детей, уже начнете присматривать, наверное, какой-то резерв спортивный. Да нет, на этом уровне вряд ли там сложно. Но может быть какие-то задатки, но ведь общение там будет и возможность пообщаться и с тренерским составом, и с участниками. То есть могут ведь совсем еще детки действительно заразиться этим видом спорта, пойти в школу Олимпийского резерва и выбрать, может быть, этот вид спорта. И самая простая идея, чтобы привлечь ту же детвору, и не только детвору, у нас будет проходить турнир для взрослых, для любителей волейбола, желающих. Мы уже там проводим регистрацию, но по предварительной регистрации, тех людей, которые... просто привлечь людей к здоровому образу жизни. Потому что волейбол считается самая популярная в мире игра. Она не нужна никаких специальных там условий, сетка, мячик. И можно играть там где угодно, и в лесу, и на пляже, и в зале. Поэтому, а чем больше людей будет заниматься здоровым образом жизни, то я думаю, что все выиграют. Сколько площадок будет открыто, и в какое время кто будет играть? Значит... Когда вообще стартует фестиваль? Получается, 8 сентября? 8 сентября. В начало будет официальное открытие. Да, мы приглашаем людей. Мы надеемся, пока просто подтвердить не могу, что приедут даже олимпийские чемпионы. Но так как у них график свой, поэтому уточнять я не могу на эту тему. В 11-й открытие будет в парке Лазутины. При входе есть такая зеленая полянка. Там будет 8 площадок. То есть на центральной площадке Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха будет открыто сразу 8 волейбольных площадок. Принимают участие 32 команды из 16. То есть это уже на сегодняшний момент уже зарегистрированы команды. Это колоссальное количество. 32 команды, где-то мы, там немножко все это по упрощенным правилам, так как это не волейболисты, это дети, которые первый раз, может быть, многие будут участвовать в этом деле, попробуют, что такое волейбол, интерес какой-то. Облегченные мячи детские, площадки чуть меньше размером. Мы под каждую команду, значит, мы 16 муниципальных школ Одинцовского района, мы ограничились этим. Почему? Потому что больше мы с этими людьми у нас получается 320 человек. И все должны пройти в рамках одного дня. Да. То есть все сыграть, определиться победитель. Да, да, да. Но задача там даже не в победах. А в самом процессе. В самом процессе, да, чтобы, значит, будет это выглядеть так. Мы под каждую, за каждой командой, от каждой школы две команды. Разного просто возраста, да. И под каждую команду мы назначаем, ну, скажем так, старших. Да, старших, лидеров, да, это из числа наших волейболистов и волейболисток, которые будут с ними от начала до конца. То есть они будут их встречать. Это, наверное, такой очень трепетный, очень важный момент. Конечно, для всех. Ведь многие ребята смотрят и видят игру ваших игроков, не только приходя в волейбольный центр, да, но и по телевизору, конечно же. Для многих, наверное, это действительно кумиры. А тут кумир рядом, с которым можно и пообщаться. И, наверное, автограф взять, да? Я еще скажу больше, что они будут их встречать. Там есть определенный план регистрации, построения и так далее. Будут проводить с ними разминку профессиональные игроки. И по одной партии они на площадке с ними сыграют. Как лидеры команды, чтобы немножко детям было, ну, как на кого посмотреть, куда идти и так далее. В числе участников. В числе участников, да. То есть для детей это, мне кажется, будет просто полный восторг. Мы тоже на это надеемся. И для этого все это. И ведь они действительно, получается, именно дети как раз-таки станут главными героями этого дня. И там предусмотрены, Анна Анатольевна потом расскажет, предусмотрены и призы, и кубки. А такие красивые, я, честно говоря, у нас в чемпионате, наверное, они такие красивые награждают командами. Кубки у нас, да, действительно потрясающие. Более того, для каждого участника предусмотрена у нас награда. Это медаль участника фестиваля волейбола. Потрясающие кубки с изображением, не изображением, а статуэтка, символ нашего города. Это одинец внутри этого кубка. Шикарные, шикарные. И для, конечно же, участников, занявших первое, второе, третье место, это золотые, серебряные, бронзовые медали. Тоже колоссальные. Участвуют в фестивале только Московская область? Нет. Участвовать в фестивале может не только Московская область. У нас от любителей заявлены города Звенигород, Зеленоград, Химки. Что касается общеобразовательных учреждений, которых уже Сергей Владимирович сказал, это 16 общеобразовательных учреждений, которые определены участниками пилотного проекта в рамках федеральной экспериментальной деятельности. У нас заключено соглашение с управлением образования Одинцовского городского округа. И в рамках этого соглашения управление образованием определило 16 общеобразовательных учреждений, где введен третий урок физкультуры по виду спорта волейбол. То есть в этих школах в рамках федеральной экспериментальной площадки введен третий урок физкультуры. То есть, соответственно, мы сможем посмотреть, насколько, увидеть, точнее, насколько это было важно сделать, ввести третий урок физкультуры по виду спорта волейбол. Насколько деткам это интересно. Я уверена, что это интересно. А сколько работает эта уже программа? Эта площадка работает практически 4 года. То есть уже можно подводить такой промежуточный итог и сказать, выросло мастерство на школьном уровне, любительском, либо нет. Конечно, конечно. Ну, понимаете, на сегодняшний день фестиваль волейбола привлек такое количество внимания, да, у нас создана группа WhatsApp, создано мобильное приложение, которое можно скачать через App Store или Google Play, Мосрек, волей, что мы на самом деле даже и не ожидали. То есть увеличилось количество просмотров в училище Олимпийского резерва. То есть дети, родители звонят, спрашивают, можно ли приехать к вам на просмотр. То есть мы работаем последнюю, наверное, неделю в режиме нон-стоп. То есть я сама веду активную беседу с участниками через мессенджеры, но, скажу честно, это очень мотивирует и вдохновляет. То есть результат, конечно, не заставил себя ждать на сегодняшний день. Будем надеяться, что и само мероприятие пройдет так же ровно, спокойно, с пользой и интересом. Главное, конечно, что мы хотим получить от этого мероприятия, это горящие глаза детей, их родителей и, конечно же, вовлеченность нашего населения в занятия физической культурой и спортом в целом. Потому что, как мы все с вами знаем, в рамках федерального проекта «Спорт, нормы жизни» нашим президентам поставлена задача до 2024 года увеличить общее число занимающихся физической культурой и спортом до 55%. Поэтому мы в рамках этой программы тоже выполняем, скажем так, такое поручение, указ нашего соревнования. Какие еще в рамках фестиваля запланированы мероприятия, ну, конечно же, помимо игр? На площадке волейбольной, МФЦ, там есть у них отдельная площадка, будет проводиться турнир для любителей. Он будет, ну, немножко по-другому, хотя там тоже запланированы и призы, да, и участие, и, может быть, и по желанию. Пока команда регистрируется, там тоже немножко ограниченное количество, но по регистрации предварительные. Это не значит, что нельзя приходить, но мы приглашаем всех любителей, желающих посмотреть, как это будет выглядеть. Мы надеемся, и, в принципе, это все планируется не на один раз. Мы хотим, чтобы это было, ну, скажем так, определенное. Но возможность сыграть вот все-таки будет у каждого, кто захочет в это время выйти на площадку. Понимаете, мы как федеральная площадка, мы, в принципе, ну, как бы вот такой проект создается. А все уже потом можно делать, да, в регионах. Мы можем, ну, в Московской области проводить в любом месте, где есть возможность проведения такого фестиваля, да. Нужно его просто, ну, как бы первый раз, да, все-таки опыт определенный, какие-то есть там нюансы очень много. И его можно проводить ежегодно, сделать его в фестивале ежегодно. Ну, у него есть шансы, да, стать традиционным ежегодным. Вот, кстати, мастер-классы, которые проводились летом, которые проводились конкретно к этому фестивалю, вот насколько они показали большой у нас на сегодняшний день интерес к волейболу у жителей Одинцовского городского округа? Вы знаете, с каждым мастер-классом... Количество росло? Росло. Расскажите, Сергей Владимирович, про участников, которые приехали из города Талдом, по-моему, да, детишки. То есть это из Тверской области, специально. Приехали женская девочка, ну, девочек команду привезли, два тренера, да, и девчонки вместе с командой «Искры», были представители команды «Искры», и с ними проводили, и кроме них еще были мальчишки из детской спортивной школы Одинцова, и взрослые, дяденьки, тетеньки редко ходят, а дяденьки ходят, да. И прям вот желание, мы показывали самые элементарные вещи, как обрабатывать мяч, там все, глаза горят. Поэтому я надеюсь, что это войдет в правила, это будет... Вы знаете, когда у детей горят глаза, то действительно там у тебя настроение немножко совсем другое. Ну, в нашем городе есть сложившиеся уже годами традиции, это и Манжосовская лыжная гонка, это и знаменитый «Арбузный кросс», который тоже пройдет 7 сентября в этом году. Почему бы не появиться и традиционному фестивалю волейбола, который будет проводиться в первые выходные сентября, так масштабно, так интересно. Да, еще раз говорю, это самый массовый вид спорта в мире считается. Один из самых доступных. И опять же, я для всех говорю, вот для родителей, да, вон там три вещи. Это волейбол относится к сложно-техническим игровым видам спорта. Что первое должно быть условие – это наличие, ну, скажем, умения анализировать ситуацию очень быстро и принимать решения. Это в жизни всем пригодится. Второе – это командный вид спорта. То есть каждый один за всех, все за одного. Один ошибается, это, ну, скажем, там, в футболе можно еще мячик подержать, да, и то, что ты мяч потерял, это еще не грозит тебе голым, там, или еще чем-нибудь. А в волейболе каждая ошибка – это очко. И третье – это дисциплина, потому что каждый выполняет определенные функции. Что еще нужно для детей, для родителей, для воспитания. Я думаю, что вот идеальный вид спорта для того, чтобы дети развивались как нужно. Ну, еще раз давайте пригласим всех желающих, тех, кто хотят посмотреть на эту прекрасную игру. И, конечно же, участников. Турнир пройдет 8 сентября, стартует в 11 часов утра в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Приглашайте. Да, уважаемые будущие участники, зрители, пожалуйста, ждем вас на фестивале волейбола. Зарегистрироваться на сегодняшний день в качестве любителя можно в резервную команду на нашем сайте mosrek-vali.ru. Ждем, ждем, ждем. Я тоже приглашаю. И очень надеюсь, что через определенное время из участников фестиваля у нас будут игроки и в женской, и в мужской команде. А мы будем надеяться на красивую игру и, конечно же, ждем с нетерпением не только фестиваля волейбола, но и презентации команд. Спасибо. И с удовольствием расскажем во всем нашем канале. Спасибо вам, что сегодня были с нами. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на канале ОТВ. До свидания. До свидания.